В эфире программа «Ваши деньги» и сегодня скандальный выпуск. В нем вы узнаете не только про олигархический общак на войну, но и о путанах для путинских прихлебателей, которых и путан, и прихлебателей содержат за ваш счет. Я Сергей Мальнев. Начинаем. Война Путина в Украине невероятно дорого обходится Россией и россиянам. И тут я не про санкции, безработицу и падение доходов. Дорого в прямом смысле слова. Стоимость уничтоженной техники русской армии исчисляется десятками миллиардов долларов. Как на самом деле выглядит так называемая демилитаризация, посчитаем в этом сюжете. Путин неоднократно заявлял, полномасштабное вторжение России в Украину идет по плану. Хочу сказать, что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком. По плану. Но в реальности Путин просто нагло врет русскому народу. На Украине плену. А как ты сюда попался? Мы сказали, едьте на Украину, мы поехали. Ведь за последние полгода вооруженные силы Украины знатно наваливают так называемой второй армии мира. За шесть месяцев полномасштабного вторжения России в Украину русские войска потеряли 12 142 единицы техники на 16,56 миллиарда долларов, подсчитали Форбс. Большие потери были от улитных российских частей в первый месяц, месяц-полтора, потому что их, в общем-то, бросили в надежде на то, что быстро удастся решить вопрос, захватить Украину. Самой дорогой потерей для России стал флагман Черноморского флота с мощным вооружением – ракетный крейсер «Москва», стоимостью 750 миллионов долларов. Помимо этого судна, вооруженные силы Украины уничтожили и другую морскую технику Российской Федерации, общей стоимостью 165 миллионов долларов. Если брать постройку нового такого корабля, то на него нужно будет потратить, наверное, я думаю, 2-2,5 миллиарда долларов. Но и такого корабля, значит, Россия просто строить не может. Ярко горят не только корабли, но и авиация. В общей сложности за 6 месяцев Россия потеряла 234 самолета на 5,3 миллиарда долларов. Среди них самолеты Ил-76 стоимостью 86 миллионов, Су-30СМ за 50 миллионов, Су-34 за 40 миллионов, Су-35 стоимостью 32 миллиона, Ил-22П за 30 миллионов долларов и многие другие. Болезненны для российской власти не только военные потери, но и имиджевые. 9 августа на военном аэродроме Саки в Крыму взрывы уничтожили сразу 9 военных самолетов Российской Федерации. Это стало наибольшей потерей российской авиации за день не только во время полномасштабной войны в Украине, но и со времен Второй мировой. На аэродроме находились истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР ориентировочно на 230 миллионов долларов. Мы, что, чтобы России восполнить, значит, вот это оружие, которое было потеряно в Украине, то это будет, ну, может быть, скажем, точно несколько годовых бюджетов их военных. Это, ну, большие деньги. На вооружении армии Российской Федерации уменьшилось и количество вертолетов. Алло, диспетчер, б***ь, мы падаем, падаем, б***ь! Понял, понял, вычеркиваю. Не понял, чё, б***ь? В частности, на 199 единиц на сумму более 2 миллиардов долларов. Ещё на миллиард долларов вооружённые силы Украины уничтожили российских ПВО, всего 147 штук. Чаще всего в Украине российская армия использует два вида танков. Т-72 стоимостью полмиллиона долларов или более. Или более современный Т-90 за 4 миллиона долларов. Разные по цене, но одинаковые по горению. Украинская армия уничтожила почти 2 тысячи русских танков на сумму почти в 3 миллиарда долларов. В то же время уничтожено 4243 единиц боевых бронированных машин на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Вся эта потерянная Россией техника входит в сумму 16 миллиардов долларов. И в этот подсчёт не входит стоимость выпущенных россиянами ракет в сторону Украины. Общее количество их уже подходит до 4 тысяч выпущенных по Украине. Конечно, там тоже ракеты очень разношёрстные. Ракета «Искандер» стоит 3 миллиона долларов. Ракета «Х-555» – это, в принципе, новая ракета. Она стоит 6 миллионов. Тоже «Калибр» или «Х-101» – одна ракета стоит 13 миллионов долларов. Одна современная ракета стоит от 2 до 10 миллионов долларов. Если взять среднюю цену и умножить её на количество, то ориентировочно 24 миллиарда долларов с российского бюджета было потрачено на ракеты, выпущенные в сторону Украины. Даже представить страшно, сколько школ или садиков российские власти могли бы построить для русских детей на те деньги, которые они тратят на кровавую войну в Украине. Всё капает с крыш, всё падает. На сплиты все падают. Бетон. Видите уже? Некоторые вот. Впрочем, Путину наплевать на свой народ. Он готов тратить миллиарды на убийства украинцев и не желает вкладывать в развитие России и улучшение жизни своих граждан. Вот это как бы наше жилище, где проживают двое несовершеннолетних детей. В жизни никогда не думала, что в России буду в таких условиях жить. Впрочем, надо признать, не только простые россияне оплачивают войну Путина из своих карманов, пришлось скинуться на кровавую авантюру в Украине и олигархам. По нашим эксклюзивным данным, по указанию из Кремля, олигархи сформировали настоящий общак по принципу воровского сообщества. Сколько в нём денег и кто сколько дал на убийство украинцев, важно этих нелюдей знать в лицо. Если раньше Путин собирал с олигархов деньги на свои президентские компании или виллы, то теперь российская элита скидывается на полномасштабную войну с Украиной. Такие эксклюзивные данные озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова. По её словам, Путин собрал с олигархов 200 миллиардов долларов на военные цели. Это был некий такой обязательный платёж. И, собственно, как это часто бывает, то, что существуют у Кремля такие, я не знаю, копилки перед началом того, что они называются спецоперации, на эти цели, то есть на обеспечение войны, было собрано с различных небедных людей 200 миллиардов долларов. Сумма колоссальная. Впрочем, звучит вполне реалистично. Ведь один день войны стоит Путину от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Это самая дорогая война за всю историю мира. Они рассчитывали, сколько будет стоить один день войны. Я думаю, что просто её собирали с перебором, потому что если даже изначальные планы были короткая война, всё равно нужны были деньги на потом. Если учитывать, как быстро горят военные деньги, Путину очень нужна финансовая поддержка от так называемых друзей Кремля. Бизнесмены сбрасываются в общак добровольно-принудительно. Ведь зарабатывать большие деньги в России и не делиться с властью невозможно, утверждают русские оппозиционеры. Если ты зарабатываешь большие деньги и посылаешь администрацию президента куда-нибудь подальше, значит, у тебя деньги от него точно будут. Первым, кто готов финансировать войну с Украиной, это ближайший друг Путина – бизнесмен Юрий Ковальчук. Юрий Ковальчук остался в этом близком окружении. Да, одним из самых близких, может быть, самым близким человеком к Владимиру Путину и тем человеком, который его советуют. Они настолько близки, что Ковальчука даже называют ответственным за деньги Путина. Кроме того, в 2008 году он создал национальную медиагруппу, в которую входят пропагандистские телеканалы Кремля. За время ковидной изоляции количество людей, с которыми он общался лично, сильно сократилось. И вот Юрий Ковальчук остался в этом близком окружении. Также наверняка скидываются в общак братья Роттенберги. Любителям дзюдо удалось заработать свои миллиарды именно благодаря Путину. Президент помог их компаниям получить контракты на несколько миллиардов от «Газпрома» и строительство объектов Олимпиады в Сочи. Ещё одним ярким примером того, как бюджетные средства оседают в карманах российских олигархов, является Геннадий Тимченко. Из годы в год компании олигарха получают государственные заказы на сотни миллиардов. Российский олигархат первым заинтересован, чтобы Путин продержался у власти как можно дольше. Ведь если Россия проиграет войну, скорее всего, им придётся попрощаться со своими миллиардами. Все те, кто имеет деньги от Путина и от бюджета, я думаю, все они активно подвержены. Потому что если не будет Путина, не будет их денег. Так что скидываться на кровавую войну, в которой гибнут тысячи украинских мирных людей и русских солдат, для них куда дешевле, чем потерять свой коррупционный бизнес. Путин и олигархи, которые десятилетиями обворовывают россиян, пускают по ветру, по украинскому ветру, десятки миллиардов долларов. Будто в самой России эти деньжища не на что тратить. Но ведь это не так. Проблем в стране хоть отбавляй. Взять хотя бы вопрос аварийного жилья. Даже по официальной статистике 25 миллионов квадратных метров жилья признаны опасными для жизни. В этих аварийных домах и квартирах живет до 7 миллионов россиян. Нет бы им, то есть вам, отремонтировать дома за бюджетные ваши же деньги. Но Путин тратит их на войну. Московская Рублевка. Тут живут властелины богатств всея России. У них шик, блеск и расточительство. А через считанные десятки километров живут их добытчики, простой народ. А там все наоборот. Тотальный бардак, нищета и бесхозяйственность. Прям везде под кроватью у нас везде крысы. А на кухонном куске мыла видны следы крысиных зубов. По утрам приходится перемывать посуду, чтобы покормить детей. Российское жилье, достойное постапокалиптической антиутопии, уже стало притчей во языцах. Но может надуматься, будто это не более, чем отдельные перегибы на местах. А зря. Так живут, не поверите. Свыше двух миллионов семей ждут очереди на переселение. Да это 4% от всех. И это официальные данные Росстата, привыкши в Акстаке еще и приукрашать действительность. Вдумайтесь, свыше двух миллионов семей, не людей, а семей. То есть от 3,5 и даже до 7 миллионов россиян живут в аварийном или ветхом жилье. И дальше будет только хуже. Минстрой и фонд содействия реформированию ЖКХ предупреждает, до 2024 года аварийными станут еще 15 миллионов квадратных метров, а до 2030 года уже 30 миллионов квадратов. И речь даже не о глухих деревнях или депрессивных окраинах. Аварийное жилье не редкость даже в якобы богатых городах. Например, в миллионном Омске дома разваливаются буквально. Знаете, за что мой сын под пулими на СВО? Вот за это? Что приедет и жить негде будет? Ой-ой-ой! А дети тонут в дерьме. И да, не поверите, тоже буквально. Буквально. Начнем выпуск сообщений о несчастном случае в Омске. Маленький ребенок утонул в выгребной яме. Трагедия произошла накануне, а во дворе одного из частных домов в центре города. То есть в самом центре Омска в 21-м столетии, извините, гадят в яму? Да. А угадайте, сколько вообще россиян в городах? Не все. До сих пор предпочитают дырку вместо унитаза. Прямо как их крепостные прадеды. 10 процентов. И это официальные данные Росстата. А вот мы ходим на ведро и в окно выливаем. Вода из колонки, туалет на улице, общий с соседями, по документам благоустроенная квартира. А значит, примерно для 14 миллионов россиян унитаза – это реально фантастика. Но испражняться в дырку – это не только позорно, но и опасно. В такую дыру и провалился житель седьмого дома. Вытащить человека из фекальной западни оказалось непросто. Выгребную яму никто не чистит уже много лет. Да что там, 16 процентов горожан не имеют и вовсе ни собственной ванны, ни душа, разве что общие. Смотрите, пожалуйста, как можно жить вот в этом, посмотрите, грибок какой. Вот посмотрите, что творится. Это душевая? Ну, здесь мы умываемся, да, и посмотрите окно. А как вы купаетесь? Куда деваться? А дети что же душевые? Конечно, и дети. 15 процентов не получают горячую воду, а 8 – еще и холодную. Напоминаем, это не деревни, города. И самый шок. В газовой сверхдержаве 37 процентов городского жилья остались без газа, даже сжиженного. Печечка, дроба, дровишка. Вот топим, такая тепленькая. Тоже сами переклады за свой счет. У нас весь дом гнилой. То есть Алексей Миллер распродает газ России зарубеж на сотни миллионов долларов, а провести этот же российский газ третьей части своих же граждан денег не хватает. А вот на что хватает, так на баснословное имение за 240 миллионов долларов. А в селах и вообще мрак. Древние выгребные ямы предпочитает половина крестьян. И так везде. И так везде, ребята. У нас нет ни дорог, у нас нет ни инфраструктуры. У нас бешеные коммунальные платежи. Нас просто тупо давят. Вот у меня оклад 4 300. Примерно половина не может так же дома даже и помыться. А электроплиты оказывается и вовсе не столько у 8 процентов. А ведь речь даже не о комфорте, а о безопасности. В таких развалюхах каждый день реально может стать последним. Хотя бы минимальный шанс не рисковать головой давали государственные программы переселения. Хотя даже под довоенным оптимистичным планом до 2024 года новые метры светили лишь примерно 600 тысячам из 7 миллионов нуждающихся. Но из-за путинской агрессии Россия осталась без стройматериалов. У нас, к сожалению, резко увеличилась себестоимость строительства квадратного метра жилья. А закупочные цены от этого показателя отстают, отмечает президент Ассоциации строительных компаний «Спектр недвижимости» Олег Вахрамов. И теперь миллионам несчастных придется и дальше влачить жалкое существование в разваливающихся трущобах, расплачиваясь за преступления диктатора. И количество аварийного жилья будет расти почти в три раза быстрее темпов расселения людей. А все потому, что чинуши знают, как несчастных бедняков умело водить за нос. Какие дома признавать аварийными и включать в программу на расселение решают местные власти. В каждом муниципалитете здание обследует специальная комиссия. С какой периодичностью определяют тоже на местах. Новое жилье или компенсация светит только, если аварийному дому повезет попасть в особый реестр. Но и это не гарантия. Стены стали разваливаться, дом признали аварийным. Вот только ожидание переселения растянулось почти на 9 лет. Живем уже сколько лет? Никто, ничего. Плати, 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 платёж. Зачастую даже о косметическом ремонте приходится разве что мечтать. Проводить работы по капитальному ремонту здания, по мнению коммунальщиков, нецелесообразно. Ведь через несколько лет его все равно снесут. И естественно, власти нашли схемы экономии на бедняках. Ну а за чей счет же тогда они будут строить свои собственные дворцы? Сейчас ситуация следующая. Дома с износом более 75% выпадают из программы капитального ремонта, но не попадают в категорию аварийного. Люди несколько лет живут в таких домах, пока они не превращаются в аварийное, сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егоров. Да и слишком переживать за справедливость обмена жилья чиновники тоже не спешат. Вдобавок многие граждане недовольны обстоятельствами расселения. Одних переселяют из центра города в населенные пункты, расположенные в 50 километрах от города. Других в нежилые помещения, переделанные под жилье. Третьих в дома с печным отоплением. Конечно, от переселения можно и отказаться, взять компенсацию деньгами. Но есть нюанс. Где-то с людьми даже не разговаривают. Отдали в руки выкупную стоимость по цене 30 с небольшим тысяч рублей за квадрат в деревяшке. И до свидания. Сумма неадекватная. Это в большинстве случаев, она меньше как минимум в два раза того, на что человек имеет право претендовать. А ведь всего одна ракета «Калибр» стоит 7 миллионов долларов. Пусти эти деньги на созидание, а не разрушение. И можно было построить почти 4600 квадратных метров жилья. Вдумайтесь, одна ракета «Калибр» – это примерно полсотни новых трехкомнатных квартир. Поэтому каждый преступный удар по Украине – это еще и отнятое будущее нищих россиян. И вот пока 7 миллионов россиян мучаются в аварийных домах, топ-функционеры режима не только живут в настоящих хоромах, но и содержат за ваши деньги специальную клинику. Роскошную такую больницу, в которой тайно оказывают услуги эскортницам для путинской элиты. Медицинский центр «Сагас» – пристанище путинской элиты. То есть туда приходят лечить какие-то высоковоставленные чиновники, Валентина Матвиенко, вот всякие путинские друзья типа Ковальчиков и так далее. И помимо этого там, очевидно, просто налажен бизнес девушек, которые работают в сфере эскорта. Это обычная клиника, в ней нет никакого секрета. Туда может прийти любой. Однако там есть помещение для особых персон. Там есть просто, как я понимаю, отдельный вип-этаж, и в целом есть отдельный сектор, в том числе отдельные врачи, отдельные системы записи. О том, как работает и кого обслуживает «Газпромовская клиника» – далее в сюжете. Нам есть чем гордиться. Сотрудник клиники передал три фотографии с регистратуры журналистам. Там видно имена или инициалы посетителей и даты их рождения. Мы проверили в первую очередь источник, что это действительно человек, который там работал, в этом убедились, подтвердили, что информация, которую он передал, она соответствует по другим источникам действительности, поэтому мы не наставали ему верить. Я сфотографировал этот список, потому что это был красный уровень топов. У нас была цветовая идентификация. Красный – самый высокий уровень випов. Дальше был розовый, голубой и так далее. Как заявляет источник, в течение многих лет туда ходили чиновники разного уровня. В красном списке вип-клиентов клиники «Сагаз» числится президент национальной медиагруппы Кирилл Ковальчук, Илья Иосифович Клипанов, бывший полномочный представитель Путина в Северо-Западном федеральном округе, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Любовь Совершаева, которую называют «серым кардиналом Петербурга», фактически вторым по значимости чиновникам города после губернатора. И среди всех этих чиновников випов туда также приходили и обычные девушки, которых представляли персоналу клиники как спортсменок. Клиника постоянно вела работу с некими девушками, которые обращались на ресепшн по специальному кодовому слову. А когда они приходили, они называли «Код». Сначала это был «Код 1», а позже стал «Код женский спорт». Мы готовы к этим контактам на самом высоком уровне, на правительственном, на уровне министерств, ведомств. И вот все эти девушки проходили примерно одни и те же обследования на заболевания, передающиеся половым путем. Они давали анализы на ВИЧ, на СПИД и часто проходили гинекологический осмотр, в том числе на предмет того, что они являются девственницами. Нужно плотнее работать друг с другом. Бывший сотрудник добавляет, что самый загруженный такими пациентами день – пятница. Они приходили постоянно, но особенно часто ближе к концу недели по пятницам. А для особо важных спортсменок выделялось отдельное сопровождение. Иногда их сопровождали какие-то люди, которые следили за тем, чтобы анализ сдавала именно та девушка, которой его нужно сдать, чтобы не было подлога. Всех этих девушек вносили в базу с их реальными паспортными данными, в том числе со сканом паспорта и обязательной пометкой «Женский спорт». А когда приходили результаты анализов, фамилии в базе меняли. После того, как они проходят все обследования, их имена оставляются, а фамилии заменяются на «Шпицберген». Эти регулярные проверки лично держал на контроле директор клиники. Все это жестко контролировал сам директор клиники по фамилии Баранов. Все администраторы были обязаны ему сразу же писать сообщение, что анализы сданы, все хорошо, и он даже ночью отвечал «Окей». Он, кстати, является соучредителем большого и нового проекта строительства, большого медицинского центра по Петербургу, вместе с Марией Воронцовой, предполагаемой дочери Вадимира Путина. Путинским чиновникам все самое лучшее и самое дорогое. Контроль серьезнее, чем в российских спецслужбах. А обычному народу разваленные больницы и нищета. По кремлевским каналам вам говорят совершенно другое. Но правда такая. Российская экономика до сих пор остается на плаву лишь благодаря нефти, точнее ее цене. Но это временно. Реальные показатели прибыли России от продажи черного золота и газа уже очень низкие. И будут падать все глубже и глубже в яму, которую Путин роет в себе и своей стране, войной в Украине. Аналитики уже посчитали все и дали свой неутешительный прогноз про грандиозный экономический коллапс. Далее. Путин и его прихвостник наперебой кричат, что санкции России нипочем. Экономический блицкрик против России изначально не имел шансов на успех. Неужели и правда россиянам можно выдохнуть? Это только виртуально. Во-первых, только на основе российских официальных данных. А российские официальные экономические данные, они приблизительно имеют такое же отношение к правде, как и общая российская пропаганда на Рос-ТВ. На самом деле улучшения в российской экономике временны и только оттягивают. Неизбежный крах, считают эксперты KSE Institute. А все благодаря нефти и газу, а точнее цене на энергоресурсы. Естественная реакция рынка на большую войну. Одной из стран, которая занимает довольно-таки большую долю энергоносителей в мире. Но если Саудовская Аравия благодаря ценовому скачку нарастила почти 12% в экономике, то Россия все равно падает. По сообщению Forbes, российская нефть дешевле рыночной. Если в среднем по рынку во втором квартале баррель стоил 113 долларов, то России удавалось продать свое сырье по 80 долларов. Китай будет еще жестче давить на цены. Он и нефть, и газ сейчас покупает с дисконтом 30-35%. Да и высокие цены – очень нестабильный фактор. Повышение цен уже достигло, наверное, своего пика, и далее они будут только снижаться, поскольку уже идет природный процесс, скажем так, немножко меньших темпов роста мировой экономики. Временные высокие цены на энергоресурсы, они еще более-менее спасают российскую экономику. Но это очень временно и очень ненадолго период времени. Фактически сырьевая Россия, которая еще недавно поставляла в Европу от 25 до 40% энергоресурсов, рухнет вместе с эмбарго. Оно заработает уже зимой. 5 декабря начнет действовать, мы надеемся, если не отменят, запрет на продажу нефти в Европе, кроме трубопроводного транспорта, да, исключение такое было сделано для некоторых стран. Даже если не будет принято какой-то общий эмбарго на российский газ, те санкции, которые, те графики отказа от российского газа, которые приняли отдельно все страны Европы, они все равно уже выбрасывают российский энергоресурс с европейского рынка. И все европейские страны уже сформировали у себя свои внутренние графики отказа от российских энергоресурсов. От угля уже практически все отказались, от нефти там уже почти все. Остается только немного газ. Так вот, по этим графикам, очень многие страны уже до конца этого года откажутся от российских энергоресурсов. Большинство откажется до середины следующего года. Интересно, что при этом сам Путин идет на самоубийство, пытаясь заморозить Европу, играя в газовую войну, чтобы давить на европейские власти. И дозированно снижает поставки газа в Европу даже по контрактам, как в Германии. Вот еще скоро будет прекращение на три дня поставок газа. И Европа начала массово переориентироваться на другие источники газа и на другие источники энергии. В итоге страна-агрессор не просто перестанет одномоментно поставлять энергоресурсы ключевому своему потребителю, а фактически на годы, а возможно навсегда, лишится главного рынка. Доля российских энергоресурсов на самом крупном для нее европейском рынке обвалилась уже наполовину, а до конца следующего года уже будет эта доля приближаться к нулю. И восполнить это, вернуть потом эту долю России на европейском рынке уже будет практически невозможно, поскольку те, кто уже займут и заняли место России, никуда, конечно, уходить не будут. Уже в следующем году доходы России от нефти и газа упадут по различным подсчетам с примерно 325 миллиардов в 2022 году до 150 миллиардов в год в конце 2023 года. Оставшиеся 150 миллиардов долларов только звучат внушительно. На деле эта сумма критически мала для российского бюджета и решающая для грандиозного экономического падения, которое грозит россиянам безденежьем. И то, какие суммы надо выделять на оплату пенсии и других социальных платежей, учитывая огромные затраты на инфраструктуру из-за огромной территории Российской Федерации, учитывая то, что главные инвестиции, которые они вложили в Северный поток 1 и 2, не работают, это все суммарно делает доходы где-то в районе 150 миллиардов долларов такими, которые не покрывают даже необходимости социальных платежей в самой России. По прогнозам экономистов, после эмбарго Россия не сможет ни привычно существовать, ни масштабно воевать. А значит, победа Украины уже близко. Это была программа «Ваши деньги». Расследование и анализ того, как режим Путина делает всех россиян беднее. Смотрите нас по вторникам и пятницам в 16.30 в эфире канала «Фридом» и в интернете в любое время. Ютуб-канал «Грощи». Подписывайтесь и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин